Со мной на линии сегодня для обсуждения рынка зерна Нитэша Аналитиков и Тиэв Секьюритис в Лондоне. На позапрошлой неделе рынок начал неделю с высокой прибыли, но позже были зафиксированы убытки, что привело к потере денег. Как вы считаете, эти потери были вскоре компенсированы? Рынок зерна сейчас проходит через период беспрецедентной неуверенности. Сейчас мы наблюдаем очень сильный погодный феномен под названием Эльниния, который вызывает чрезмерно сухую погоду в таких странах, как Австралия. В США сезон сбора урожая уже подошел к концу. Поэтому теперь инвесторы заинтересованы в рынках, где сбор еще предстоит. В Австралии Эльниния привел к слишком сухим погодным условиям. Как только на рынке узнают новость о сильном воздействии Эльниния, цены начинают расти. Но в то же время существуют альтернативные погодные условия, которые приводят к большой влажности в Австралии. Таким образом, волатильность, которая сейчас превалирует на рынке, вызвана постоянной сменой погодных условий. Я лично считаю, что Эльниния будет только усиливаться. Сейчас он уже самый мощный с 97-го-восьмого годов. В целом было зафиксировано всего три самых сильных Эльниния с 50-го года, когда он только был зафиксирован. Пока это еще неизведанная территория, поскольку не было достаточного количества экстремальных ситуаций. Но было зафиксировано нагревание Индийского океана в дополнении к Эльнинии, которое вызвало нагревание Тихого океана. Эти два фактора могут указать суммарное воздействие, что может привести к чрезмерной сухости климата в Австралии в будущем. Если урожайный период будет и дальше фиксироваться сухость в погодных условиях, урожай зерновых однозначно пострадает. По мере ухудшения погодных условий цены на пшеницу будут расти, я так полагаю. В отличие от Эльнинии, которая включает много раздражения в Азербайджане, в Азербайджане на пшеницу, это часто добавляет к другому эффекту, это часто добавляет к другому эффекту, и это может вызвать эксклюзивные длины в Азербайджане. Производство кукурузы достигнет 20 миллионов тонн в 2015 году. Это самый низкий уровень за пять лет. Если так произойдет, можно ли ожидать резкого увеличения цены? Каково ж прогноз на ближайшее будущее и среднесрочную перспективу? Кукуруза прошла через длительный период переизбытка производства. Если в этом году и будет зафиксировано сокращение, то это скорее приведет к балансу на рынке. Кукуруза также находится под влиянием Эльнинии. Исторически так сложилось, что Эльниния приводит к сокращению объема производства кукурузы в США. Это и произойдет в этом году. Но пока производство кукурузы в Южной Америке еще довольно масштабное. Это должно воспрепятствовать росту цены это сырье. В ближайшем будущем я все же прогнозирую рост цен на кукурузу по мере усиления влияния Эльниния. Кукурузу все больше используют в непроизводственных отраслях промышленности, что увеличивает спрос на это сырье. Поэтому в среднесрочной перспективе цены на кукурузу должны несколько вырасти. Позапрошлая неделя выдалась очень волатильна для рынка соевых бобов. Это было вызвано ожиданием повышения ставок в США или же тем, что ФРС решил не повышать? Каков ваш краткосрочный и среднесрочный прогнозы по этому сырью? Я думаю, что все классы активов, включая сектор сельского хозяйства, были подвержены влиянию и неуверенности на рынке касательно действий ФРС. Все сырье оценивается в долларах. Поэтому движение доллара также включается и в цену сырья. При любом росте и падении курса доллара цена на сырье меняется. Колебания цен на соевые бобы на позапрошлой неделе не были связаны с фундаментальными показателями самого сырья. Я снова повторюсь, в последующие несколько месяцев на рынок соевых бобов будет влиять ильния. В отличие от пшеницы и кукурузы, ильния исторически поддерживала производство соевых бобов. Это должно сказаться на их цене. Уже на рынке зафиксировали хороший урожай соевых бобов в Южной Америке. Это же ожидают и в США. Таким образом, я прогнозирую падение цен на соевые бобы в течение следующих нескольких месяцев. Прикосилы над ено и облегчатся артином. Прикосилы над ено и кухом. Прикосилы над енотераной среди. Прикосилы над енотераной продуктами. И это должен иметь на цену. При этом мы уже рамки очень полезны. И из-за такого какого. Нитар, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу, а следующий для вас подготовит Шенет Баклавлин. Оставайтесь в Догоскопе ТВ.